Человек смотрит в телескоп на звезды, но забывает о том, что он сам. Звезда. Казимир Малевич. Казимир Малевич. Из чрезвычайно широких размеров наводнения принято решение объявить в городе Ленинграде военное положение, поручив проведение его чрезвычайной тройке. Наводнение началось внезапно. Вода в каналах поднялась с необычайной быстротой, затопляя все низменные части города. В половине пятого каналы вышли из берегов, заливая прилегающие улицы. Исаакиевский собор и Зимний дворец превратились в острова. Вода била даже из водосточных труб, образуя своеобразные фонтаны. Нева преодолела набережные заграждения и широкими потоками полилась по городу, заливая прибрежные дома до второго этажа. Несмотря на стихию, многие ленинградцы торопились попасть на первую премьеру Красного театра. А в театре прямо на сцене покачивался на волнах океанский лайнер, на котором прибыл в Советскую Россию американский журналист Джон Рид, ставший свидетелем другого стихийного бедствия – революции. Благодаря буйной фантазии режиссера, зрители воспринимали происходящее на сцене как продолжение наводнения. Став свидетелями одного из самых радикальных театральных экспериментов, взрывавшего все формы традиционного театра, они вернулись на семь лет назад и снова пережили эмоции первых дней революции. Создателем этого гиперреалистического действия был один из лидеров русского театрального авангарда Игорь Герасимович Керенчик. 17 февраля 1892 года в городе Павлограде в семье жандармского полковника Герасима Львовича Терентьева и прибалтийской баронессы Елизаветы фон Дорфендель родился мальчик. Назвали его Игорем. Позднее Игорь о своем рождении напишет так. В восторге от моего почерка критик выйдет из церкви опечатать мое имущество. А я ногой проткну подучую землю, перевернусь в корыте, как в могиле, потной от счастья, весь в персидских орденах, и золотой шпроте чихну. «Бог в очках ущипнет меня и пропишет жить». В 1909 году в искусстве появляется новое направление, которое станет яркой и трагической судьбой Игоря Терентьева. Это направление футуризм, направление будущего, направление поисков границ в искусстве, давшее миру Всеволодомир Хольда, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Давида Бурлюка, Казимира Малевича и многих других. Стать футуристом предстояло и Игорю Терентьеву. После окончания в 16-м году юридического факультета Московского государственного университета Игорь Терентьев вместе с очаровательной невестой Натальей Карпович, которая всю жизнь будет его преданной музой, едет в Тифлис. В Тифлисе он наслаждается счастьем семейной жизни, и на свет появляется его дочь Татьяна. В то время Тифлис был не только оазисом спокойной жизни в неспокойной стране, но и одним из центров культуры. Сотни поэтов, художников, писателей, журналистов, спасаясь от социальных бурь, вдохновенно творили, общались, спорили, знакомились, создавали творческие группы. Возникали и исчезали бесчисленные творческие союзы, объединения. Ночи проходили под шум дебатов, чтение лекций, манифестов и стихов. В Тифлисе Терентьев, захваченный творческой стихией, присоединяется к авангардному поэту Илье Зданевичу и к старейшему футуристу, создателю заумного языка Алексею Крученых. Вместе они организуют творческую группу «Сорок один градус» с целью создать новую школу русской поэзии и утвердить заум как единственную форму воплощения в искусстве. К сожалению, дошли мы до черт знает какой мудости. Начинается блаженство учеников и ни в чем не повинные жертвы. Мы в кафе сидим, как три митрополита. Три папы, три бабы, три зуба. «Сорок один градус» — это 40 дней, 40 ночей, 40 тысяч братьев, 40 сороков, 40 лысых, сорочек, сором, храм, а тут еще один лишний кол ставится без колебаний поверх всего и ничего подобного. «Сорок один градус» — это также широта города Тифлиса. Это на один градус крепче водки и на один градус ниже смертельно опасной температуры тела. Тем самым три митрополита заявляли, что будут писать действующие сильнее алкоголя и смертельно опасные для бездарности и пошлости картины и стихи. «Поэзия моя! Свети, сукина дочь! Ромул и Рэм сосали луть у форменной бляхи! Создок Рутердигон! Слово из Виржогва! Непаба! Небада! Стопага! Я ногах! Ногаха-аха!» В Тифлисе Игорь выступает не только в качестве поэта. Он пишет теоретические работы о заумном языке и заумной поэзии. «Маршрут шерезны», «Крученых грандиозарь» и «Трактат о сплошном неприличии». Художник, считал Терентьев, должен стать проводником творчества самой жизни. Писать неделю подряд и не перечитывать, потом на плечах снести в типографию – это хорошо, когда захочешь иметь лучшую свою книгу. Развивая идеи Велимира Хлебникова и Алексея Крученых, Игорь Терентьев сформулировал основной принцип заумного языка. Слова, похожие по звуку, имеют в поэзии похожий смысл. Стихи заумных футуристов были рассчитаны прежде всего на произнесение слух. Поиск новых словообразований на стыках слов футуристы называли сдвигологией. Например, в строке «Узрюли русской терпсихоры души, исполненный полет» из Евгения Онегина футуристические умы были привлечены таинственным словом «узрюли». Терентьев писал, «Я не буду настаивать на том, что «Узрюли» означают ноздри льва. Может быть, это глазищи, но произносительный пафос этого слова, одинаковый почти у всех чтецов, доказывает основную правильность догадки. Торжественный зверь смотрит, раздувая ноздри. Классической книгой по теории зауми стала работа Терентьева «17 ерундовых орудий», в которой он предлагает 12 способов сделать свою поэзию авангардной и заумной. К ним он относит, например, пародию на классику, нарушение привычной логики, сдвиг, культ случайности, апологию ошибки, автоматическое письмо, логику сновидений, помещение обычного предмета в необычный контекст. В 1921 году начинается советизация Грузии, и Игорь Терентьев оказывается в Константинополе. Здесь перед ним открываются два пути. Илья Зданевич зовет его в Париж, чтобы возродить группу 41 градус. Зданевич имеет успех в столице искусств, устраивает там футуристические балы, выпускает книги. Другой товарищ по группе, Алексей Крученок, зовет в Москву, к Маяковскому. Получив визу во Францию, Игорь Терентьев, повинуясь своей странной логике, поехал не в страну, где расцветало искусство, а поехал в страну, которая сама по себе была произведением авангардного искусства. В Красной России искусство перестало быть игрушкой для избранных. Оно стало проявлением творчества масс. Организации паралиткульта ставили яркие театрализованные представления на улицах, а гидбригады показывали живые газеты, повсеместно устраивались театрализованные суды над контрреволюционной буржуазией и даже над литературными героями. Апогеем этого театра миллионов стал штурм Зимнего дворца, воспроизведенный на месте реальных событий, в котором были заняты его подлинные участники. Именно в такую среду и попадает Игорь Терентьев. В письме к Илье Зданевичу он пишет, «Здесь лучше, чем за границей. Живее!» Приехав в Москву, он начинает работать в журнале Маяковского «Лев», где публикует свои статьи и стихи. Однако «Лев» показался Терентьеву недостаточно радикальным. С Даневичу он писал, «Все, кто не в «Леве», сволочь несусветная». Сам же «Лев» тоже сволочеват. Позиция должна быть общественно ясной, а потому «Я в «Леве» скрученных» заняли самую левую койку. В изголовье повесили таблицу 41 градус и притворяемся больными. Терентьев вскоре переезжает в более вольный Петроград и по приглашению Малевича становится руководителем фонологического отдела Государственного института художественной культуры. Его звуковым экспериментом в институте помогали «Будущие поэты-абериуты». В Петрограде очень скоро обнаружилось истинное призвание Терентьева – театральная режиссура. Он ищет свой театр, свои темы, своих единомышленников. Все случилось быстро и скрометно. Первый большой успех ему принесла постановка спектакля «Джон Рид» на сцене им же созданного Ленинградского Красного театра. Это постановка любимой Ленином книги известного американского журналиста «Десять дней, которые потрясли мир». Книга в жанре репортажа рассказывает о драматическом начале советской страны, о простых рабочих и солдатах, творцах мировой истории, о неизбежной гибели старого мира и рождении светлого будущего. Терентьев был далек от фанатичного увлечения идеями пролетарского равенства. Его, как и Эйзенштейна, Маяковского, Петрова Водкина и других творцов, русская революция привлекала иным. Рождение безумного нового мира, чудные парадоксы захмелевшего отвольницы русского ума, каридоскоп фантастических, почти сказочных событий – все это было очень близко к идеям футуризма. В спектакле «Джон Рид» Терентьев высказал свой восторг и волнение с помощью новых сценических форм. Летящий по небу аэроплан, мчащийся вагон с солдатами, плывущий корабль – все это было, конечно, бутафорским. Корабль и самолет были величиной не больше домашней кошки, а пароход и вагон были созданы с помощью звуков езды и выхваченных лучом прожектора куска стены вагона и солдатских ног. Важно другое. Зрителей все это приводило в неописуемый восторг. Они совершенно правдоподобно ощущали себя то на улицах Петрограда, то в Смольном, то на заседании Временного правительства. Смольном, то на заседании Временного правительства. 9 апреля 1927 года в Шуваловском дворце на подмостках Театра Дома Печати состоялась премьера новой постановки Игоря Терентьева. Это был его знаменитый ревизор. В истории театра всем памятен ревизор Мерхольда, но Терентьевский ревизор был не просто ленинградским ответом гению. Это был настоящий фейерверк художественных идей и сценических находок. Своей целью Игорь Терентьев поставил сделать настоящий фарс. Ревизор должен был стать грубым, задиристым обвинением провинциализма. Кроме того, спектакль должен был быть пародийным, смешным и эффектным. Эскизы костюмов и декораций были нарисованы учениками великого Павла Филонова. Режиссером был принят прием говорящего костюма. То есть сами костюмы рассказывали зрителю о характере и профессии героя. Одежда патчмейстера состояла из гигантских конвертов. На костюме трактирного слуги были огромные красные раки. На мундирах полицейских – кандалы. У слуги Хлистакова Осипа между ног висели две гильки от часов с кукушкой. На животе у купцов висел амбарный замок под бородой икона. Смотритель богоугодных заведений земляника имел на одежде несколько огромных бутафорских земляник, а держиморда был вообще трехголовый. Перед зрителями на сцене были расположены пять больших параллепипедов, которые имели с одной из сторон дверцы. Эти шкафы свободно перемещались по сцене, создавая необходимое пространство игры. Они могли образовать небольшую комнату, могли составить огромный зал. Сами эти параллепипеды могли стать будуаром или даже туалетом. Хлистаков, удаляясь в один из них, говорил, что удаляется под сень струй. В таком же шкафу Хлистаков занимался любовью с Марьей Антоновой, а городничий, поглядывая, приговаривал – «Вон, а как дело-то пошло!» Герои разговаривали на разных языках – от заумного и до английского. Пели арии из известных опер. Образ Хлистакова был снижен, он был похож на заезжего и ленивого фокусника. В сцене «Вранья» герой, засыпая от выпитого, лениво рассказывал о своих столичных должностях и своем величии. Трактовка финала пьесы была настолько неожиданной, что сделала эту постановку просто легендарной. В немой сцене оказывалось, что Хлистаков и есть тот самый ревизор, который приехал на проверку. Все персонажи замирали на сцене, а он, облаченный в мундир, давал каждому из них советы из тех, что сам Николай Васильевич Гоголь написал для господ артистов. Ревизор вызвал жаркую полемику в прессе. Терентьева жестоко критиковали, обвиняли в мании величия, глумлении над классикой, в плагиате. Самое интересное, что все эти критические замечания соответствовали идеям футуристического искусства, высказанное самим режиссером еще в тифлисский период его творчества. 4 февраля 1928 года в Театре при Доме Печати состоялась премьера спектакля-романа Наталья Тарпова. Это была инсценировка популярного в то время произведения Сергея Семенова, повествующая о запретной любви большевички к беспартийному, а стало быть чуждому классово-элементу, инженеру Габруху. Терентьев добился максимально бережного перенесения романа на театральные подмостки. Герои сами произносили ремарки и комментарии о себе. Вот, например, героиня романа, выпавшая из четвертого этажа, лежа на столе произносила «Височная кость Анны была почти вырвана». Такими и подобными эпатажными приемами выражалось определенное отстранение актера от своего образа. И в этом Игорь Терентьев предвосхитил идеи Бертольда Брехта. Ставший привычным в кино прием одновременного показа героев, говорящих по телефону, был показан Терентьевым в том же спектакле. Одно из главных находок, использованных Терентьевым, стало огромное зеркало, висевшее над сценой и причудливо перемещавшее точку зрения зрителей. Герой романа Габрух приходил домой и видел на столе букет цветов, подаренных кем-то его жене. Он вспоминал, что когда-то, в прошлом, тоже подарил жене такие же цветы. И в этот момент сцена погружалась во тьму, и в зеркале зрители видели, как он дарит цветы в поезде, своей жене. Затем вагон поезда, отраженный в зеркале, затемнялся, и зритель снова мог видеть героя в первоначальной сцене. Реалистичности добавляли звуковые эффекты. Таким образом, Терентьев средствами театра добился эффекта параллельного монтажа, который считался доступным только в кино. Кинематограф в 1928 году все еще был немым, и поэтому эта сцена с помощью игры со звуками производила неизгладимые впечатления. Спектаклем восхищались даже критики, враждебно настроенные к театральному авангарду. Однако уже в конце 20-х годов над театром Дома печати сгустились тучи. Был арестован директор Баскаков. Пытаясь спасти театр, Терентьев обращался за помощью к Маяковскому. Но театр отстоять не удалось. А попытка после московских гастролей в Театре Мерхольда обосноваться в Москве тоже не увенчалась успехом. Прокрашенный парфеном соревнования. К концу 20-х годов советская революционная Россия стала постепенно превращаться в империю. О культуре могучей империи свободолюбивый футуризм не нужен и даже опасен. Игорь Терентьев отправляется на свою родную Украину, где ему еще удается поставить несколько спектаклей. Но в январе 1931 года в Днепропетровске Терентьева внезапно арестовывают органы ГПУ и он оказывается под следствием. Методы работы советского следствия были беспощадны. Терентьев под пытками вынужден признаться, что якобы был завербован в Константинополе английской разведкой, по поручению которой занимался сознательным вредительством на культурном фронте, внушал в сознании масс контрреволюционные идеи. Положение было отчаянным. Подобные деяния в то время карались расстрелом. Но даже сидя в тесной камере, ожидая страшного приговора, Терентьев занимался творчеством. Он удивительно красиво рисовал портреты своих сокамерников. А однажды тюремный надзиратель попросил его нарисовать свой портрет. Чтобы Терентьеву было удобнее, надзиратель выпускал его из камеры. За это доблестный чекист получил 10 суток гауптвахты. Но портретом остался очень доволен. Однажды ночью Терентьев был разбужен, и его повели по коридору тюрьмы на расстрел. Как вспоминал он позже, ему не было страшно. Он не молился и не плакал, а испытывал совершенно другое чувство. Это было какое-то странное любопытство. Прирожденный режиссер и актер Терентьев азартно прислушивался к своим внутренним ощущениям. Ему было интересно узнать, что же действительно чувствует человек, идущий на казнь. Видимо, уже делая в уме режиссерскую разработку ролей Людовика XVI, Николая II или Декабристов, Игорь Терентьев неожиданно предложил чекистам в качестве последней воли прочесть им лекцию. В этой лекции он обещал им рассказать о недостатках оперативно-следственной работы. К удивлению, чекисты согласились и с большим интересом прослушали многочасовую лекцию Терентьеву. Выпускник юридического факультета, поэт-футурист и вдобавок опытный театральный режиссер в одном лице, Игорь Терентьев ошеломил рыцарей революции фонтаном Красноречия. Он подробно объяснил, как можно сбежать из их тюрьмы, как неправильно задает вопросы следователь, и самое удивительное, как добиться признания без рукоприкладства и пыток. Лекция чекистам понравилась, и кто знает, может быть, это тогда и спасло от расстрела Игоря Терентьева. Приговором тройки он получил пять лет лагерей. Это было ненамного лучше смертной казни. Лагерь в то время – это медленный расстрел. Для простого зэка работа на ударной стройке заканчивалась не почетной грамотой оркестром, а койкой в лагерной больнице и смертью от истощения и цинги. Именно такая участь ждала Игоря Терентьева. Но даже в этих нечеловеческих условиях Игорь Терентьев удивительным образом сумел найти возможность заниматься любимой профессией. Он возглавил театральную агитбригаду из заключенных. Он пишет стихи, сочиняет остроумные сцены и номера для выступлений. Обычная тема этих номеров – высмеивание лодырей и туньядцев, мудрость и забота чекистов, перековка трудом воров и бандитов. Именно о трудной борьбе за души бывших преступников-соцфредов об их пути к новой трудовой жизни повествует пьеса «Шалман», Терентьевская постановка которой стала своеобразным шедевром лагерной самодеятельности. Игорь доказал, что настоящий талант может творить в любых условиях. Несмотря на то, что в 1933 году Терентьев был освобожден досрочно, он смекнул, что при набирающей обороты машине террора самым безопасным местом в советской стране, как ни странно, является исправительный лагерь. Поэтому он устраивается вольнонаемным руководителем самодеятельности Дмитлаго на строительстве канала «Москва-Волга». Но его не спасает ни должность, ни покровительство высоких чинов НКВД. Наоборот, именно благодаря этому покровительству после очередной чистки рядов карательных органов его арестовывают и расстреливают вместе с одним из его покровителей. Это случилось в июне 1937 года в Бутырской тюрьме. Имя Игоря Терентьева было надолго забыто, но, несмотря на закон забвения, через полвека его театральные идеи обрели новую жизнь и нашли свое воплощение в множестве спектаклей разных театров страны. Струня, голое горло, я как памятник трезвый публично сплю. С верхнего голода мистер мир начал меня имитировать. За ними все летят, потерентиться и затерентить. Я не я гений, только президент флюидов. Сегодня в парламенте 300 новых поэтов, признанные за то, что у них мой нос и моя головизна. Субтитры создавал DimaTorzok